Эхэхэй, народ! Приветствую каждого зрителя нашего канала! Сегодня я решил заняться зеломаном. Ну просто не могу, как говорится, спать, когда машина вот сломана. Не могу и все. Начал загонять в гараж и вроде работает сцепление. На улице у нас уже три дня, плюс три, примерно так. И, возможно, там просто что-то отмерзло и вывалилось. Я на это искренне надеюсь. То есть начал загонять вообще без проблем сцепление. У нас в гараже тоже потоп, потек потолок немного в одном месте. Но не важно. Самое главное, что наши тачки отмораживаются потихоньку. Впереди еще морозы, поэтому даже и не знаю, что будет дальше. Но посмотрим. Самое главное, чем я хочу заняться на зеломане, это устранить замыкание, которое было выявлено в предыдущей серии. Когда включаешь передний мост, почему-то вырубается вся электрика. Нужно посмотреть, где-то что-то замкнуло. Сейчас с этим попытаемся разобраться. Поэтому присаживайтесь поудобнее. Вам приятного просмотра. Ну, а нам удачного дня. Прежде чем начнем, хотел похвастаться вот такой тачечкой, которую сделал я своими руками для нашей газосварки. Чтобы было удобно не тягать эти баллоны взад-перед, чтобы они не стояли опасно вот там у нас на заднем плане. Подробный процесс изготовления вы можете посмотреть на канале Армейский механик. Там полностью все-все от начала до конца. Проходите, подписывайтесь и не забывайте поставить лайк, потому что там тоже много чего есть интересного. Так, как планируем искать замыкание? Сейчас снимаю провод, который идет на пневмоклапан включения переднего моста и попробуем повключать. Если замыкание останется, значит это где-то до пневмоклапана. Если замыкание исчезнет, значит сам клапан проблемный. Так, вот он провод наш на включение пневмоклапана. Пневмоклапана, гайка кстати из нержавейки. Качество. Сейчас проверим, осталось ли наше замыкание. Устраняем последствия водных процедур. Снимаем фару, сейчас нужно помыть ото льда. Что-то там, Леша, сражаешься. Ты решил снять не снимая фишку? Ну, единственное, она не получится. Полная воды фара. Ну, оптика новая, я думаю отмоется. Отсоединил пневмоклапан, в общем, все равно замыкает. При этом замыкает только когда работает двигатель. В общем, непонятно какая-то странная. Не знаю, сейчас буду разбираться дальше. Скорее всего у нас возбуждение генератора запитано от включателя переднего моста. Возможно, не знаю, сейчас буду проверять это все дело. Добавляем цинком. Итак, моем наши фары. Здесь, конечно, творятся ужасы. Фары полные земли тоже внутри. Но, что главное, я сделал включение переднего моста. Теперь ничего не клинит. Причина всех этих проблем была в том, что неправильно была запитана лампочка на зарядку. Сейчас я ее запитал как надо. Леш, осторожно я заведу. И все работает. То есть, включаем мост. Ничего не загорается у нас. Ни пол накала. Все отлично работает. Вот. Это хорошая новость. Это означает, что мы можем продолжать работать дальше. Сейчас сделаем, почистим передние фары. И обязательно, конечно, прокатимся с той целью, чтобы все просушить, пока погода на улице плюсовая. Плюс, почему-то начал зеломан ремонтировать сам себя. То есть, начал отходить. Как говорит Леша, зеломан намок и заболел. Но сейчас выздоравливает потихоньку. У Лиса стало легче намного. То есть, ну, и сцепление вроде как появилось. Это хорошо. Зеломан сегодня у нас получает очень большую долю тюнинга. Даже фароискатель теперь будет у него. Еще нам нужно закрепить зеркала. О, я забыл совсем. Это постоянная проблема. Это чуть попозже. Интересно, где мы оторвем фароискатель? Как ты думаешь? Это не идея. Не, я сомневаюсь. Сейчас вывел провод уже сюда тоже вывел. Проводка у нас все работает. Вот, и сейчас подключим уже. Бензин. Выровняли светомаскировку нашу. Очень сильно пострадала эта сторона. У нас решетка пострадала. Тоже ее нужно сейчас будет выравнивать. Ну, хотя бы уже фары отмыли. Чистенькие, красивенькие. Это уже хорошо. Друзья, смотрите, Леша трэшит. Короче, выгнал нам, выровнял всю эту рамку, как завод. Просто как завод. Там, смотрите, и здесь. Молодец, я в шоке. Плоскогубцы, монтажка и отвертка. И руки, да? Я сейчас притираю клапан на топливной на нашей. Разобрал подкачивающую помпочку. И сейчас вот клапан притираю здесь. Есть на нем канавки. Вот такие. Но это я уже убрал почти их. Но еще надо потереть. Вот, возможно, мы устраним вот эту проблему, потому что уходит все время топливо. Работаем. Глаза. Походу, это бесполезно. Так, здесь тоже заварили подножку. Здесь у нас вырвало всю эту систему. Но составили обратно и обварили. Все нормально. Также, что мы еще сделали? А, зеркало сделали, друзья, тоже. Здесь переварили, чтобы теперь оно жестко держится. А, вот здесь зажать надо, Леша. Ну. Забыли зажать. Зеломан преображается. Зеломанчика подшаманили. Сделали там проводку тоже, запаковали. Ну, в общем, провели с ним необходимые процедуры. Ну, а сейчас, конечно, отправимся на тест-драйв, покатаемся, посмотрим. Чуть прогреем его. Механизмы все прогреем. В общем, небольшой тест-драйв. Поливаем. Резина шатается, но ничего страшного. Сейчас мы ее разогреем. Трасса Е-95. Не, ну, пока что все нормально. Сейчас здесь проскочим. Посмотрим. Чуть-чуть грязи проедем. Ну, как бы прощупаем зеломанчика. Просушим колодочки, мосты. И все будет четко. Продолжение следует... 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 Вот так выглядит риф на грузовике из салона. Это адреналин, смотри, поворот будем ходить сейчас бочком. О, это выезд уже наш. А тут крутится дорога, да? Жарко, блин, в селе самая жаркая печка. Здесь вообще классная дорожка. Лучше, чем вот эта вот, да? Все, друзья, мы уже выезжаем на трассу. Спасибо, что посмотрели. Всех благ и всем пока.